Здравствуйте! Меня зовут Наталья Богданова и вы смотрите пятничный выпуск новостей на городском телеканале ЮТВ. Сегодня поговорим о предпринимательстве. У нас сразу три гостя. Это представители сферы малого и среднего бизнеса в Оренбурге Павел Степанов, Елена Печушкина и Сергей Чегдаев. Добрый день! Предлагаю начать с нашего информационного повода. Это то, что совсем скоро, вот уже со дня на день, насколько я понимаю, в Оренбурге начнет работать общественная организация для предпринимателей «Новая формация». Павел, расскажите, что она себя будет представлять, на каких условиях будете работать с представителями бизнеса, какую помощь они смогут от вас получать, потому что, так понимаю, что вы ее возглавите, филиал региональный. Все правильно вы говорите. Даже небольшая поправочка. Мы уже активно начали работать. Основная цель и задача сделать так, чтобы наш Оренбургский регион притягивал к себе и предпринимателей из других регионов и создавал комфортные условия для ведения бизнеса в самом городе Оренбурге и в других городах нашего областного центра. Как, посредством чего это будете делать? Это какая-то консультационная помощь? Наверное, без взаимодействия с органами власти здесь не обойтись. Как-то ваше возникновение в Оренбурге, рождение в Оренбурге они имеют в виду, уже знают о вас и готовы поддерживать ваши инициативы? Ну, вы знаете, мы не скрываем, то есть уже в соцсетях мы провели там ряд встреч, в том числе и с чиновниками. То есть, в принципе, о том, что открылось региональное отделение новой формации, ну, знают еще не все, но, скажем так, уже многие знают об этом. Мы будем в свои ряды привлекать активных предпринимателей Оренбурга. Мы предлагаем им защиту нашей организации, мы предлагаем им развивать свой бизнес посредством коммуницирования с предпринимателями других регионов, сотрудничать с чиновниками Оренбургской области и города Оренбурга, так как у нас у всех единая цель и задача. Мы по нацпроектам обязаны популяризировать, заниматься акселерацией малого и среднего предпринимательства. И, конечно же, будем поддерживать и участвовать во всех этих программах. А как финансируется ваша организация? Финансируется эта общественная организация. То есть, какие-то же будут наверняка, да, затраты? Взносы, да. Для того, чтобы вступить в нашу организацию, необходимо внести 5 тысяч рублей в год. То есть, это будет взнос каждого члена организации. Я также уже долгие годы в рядах Торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей, Деловой России, Опоры России. То есть, в общем-то, четверки, которые всем известны, которые... Теперь это уже не четверка, а пятерка будет. Да, может быть, какая-то есть специфика у вас, на что-то ориентируетесь или вот, в принципе, ничего не изменится, да, и предприниматели, которые уже состоят в всех организациях, просто вступят к вам, и, по сути, та же самая работа будет осуществляться. Вы знаете, мы только за, если предприниматели последуют моему примеру, как я уже долгие годы состою во всех этих организациях и решаю свои какие-то вопросы, как предприниматели юридического характера и финансового, и помощь консультационная различная. И вот сейчас была оказана помощь, и нас делегировали недавно на пятый юбилейный Ялтинский международный экономический форум. Сколько человек от Оренбургской области на нем поприсутствовали, и каковы результаты? Вот сейчас вы вернулись, и что-то изменилось, и узнали какую-то действительно доценную информацию, которая сейчас следует и необходимо делиться с нашими предпринимателями Оренбурга? Делегация была в составе трех человек. Это Талгад Исинбаев, Сергей Чебдаев, ну и Павел Степанов. Кроме того, что мы познакомились с различными людьми, и с чиновниками, и с бизнесменами Крыма, и не только Крым, а с других регионов, мы действительно увидели, что Крым – это то место, где необходимо и возможно перенимать самый передовой опыт. Мы, побывав в Доме предпринимателя в городе Симферополь, проведя там где-то порядка двух часов, услышали подробный рассказ, каким образом там коммуницируют с предпринимателями Крыма. У них более 24 региональных представителей в муниципальных образованиях по Крыму. У них отлажены онлайн-консультации с предварительной записью, значит, электронной записью предпринимателей. Более 20 тысяч консультаций оказаны только в этом году. То есть у них настолько, я считаю, уровень уже развития, к которому мы сейчас идем, то есть уже все это работает. Поэтому мы вот в ближайшее время готовим очередную бизнес-миссию в Крым и попытаемся более расширенным составом туда поехать, от Оренбургской области, и перенимать вот этот самый передовой опыт. У нас тоже сейчас Дом предпринимателя, мой бизнес, вот прямо в ближайшее время открытие, если не ошибаюсь, это все будет на территории Армады. Мы не в рамках только форума постречались со всеми организациями, со всеми представителями, наметили, как Павел сказал, бизнес-миссии туда. Уже где-то в сентябре мы, в принципе, планируем туда расширенную составу. Бизнес-миссия – это что имеется в виду? Бизнес-миссия подразумевается что? То есть сейчас мы собираем интересы наших предпринимателей оренбургских, направляем, значит, эта вся связь будет идти через ТПП. То есть наши интересы отправляем в Крым, ну, наших предпринимателей, они смотрят свои интересы, которые могут заинтересовать от нас, от оренбургских. И всем вот этим расширенным составом выезжаем туда, кто желает, из предпринимателей в Крым, и уже там настраиваем деловые отношения. То есть получается, да, чтобы, грубо говоря, оренбургские предприниматели могли вести свой бизнес дистанционно, да, взаимодействовать там, в Крыму? Да, они говорят, мы готовы вам предоставить, вплоть до площадей, люди есть, рабочие, ну, то есть кто работает, есть, приезжайте со своими идеями. Не потеряет ли от этого Оренбургскую область, что свои мысли, идеи, проекты, да, будут реализовывать не здесь, не для оренбуржцев, а для жителей, там, гостей Крыма? Ну, для бизнеса это просто расширение, скажем так, расширение рынка своего. Опять же, туда уезжает предприниматель, работает там, а налоги там платит. Казна пополняется в Оренбургской области. Нам удалось выяснить, что вот если у нас, допустим, по торговым комплексам уже некая перенасыщенность, то там нам в некоторых местах четко говорили, что в Симферополе, да и в Севастополе нехватка хороших современных торговых комплексов. Как вот у нас, допустим, Армада есть, как у нас Восход, вот, поэтому, возможно, собственников наших комплексов будет интересно инвестировать и, возможно, открыть современный комплекс там, в Крыму. Если возвращаться к нам в Оренбургскую область, какие условия сегодня для ведения бизнеса малого и среднего здесь созданы? На что, да, жалуются предприниматели? Какие плюсы выделяют и чего не хватает, может быть, нам, да? Ну, если взять предпринимателей, то предприниматель такой, он никогда не жалуется. Вот если жалуется, то это уже, знаете, как не совсем это. То есть каждый предприниматель ищет возможности тоже взять, если кризис, это тоже просто возможности уходят. Те, кто, скажем так, некачественные представляют услуги и так далее, то есть они уходят с рынка. Эти ниши занимают более, ну... Огромное количество предприятий, да, закрылось за последние несколько лет, то есть это те люди, которые некачественные услуги предоставляли? Ну, не факт, а может быть, какие-то финансовые были вопросы, но мы негатив не рассматриваем. Да, ну, у нас сейчас очень хорошо работает господдержка бизнеса, то есть у нас создано несколько институтов, это и Центр поддержки предпринимательства, и Центр экспорта, и бизнес-инкубатор. То есть для предпринимателей сейчас очень много возможностей, просто нужно чуть-чуть посмотреть вокруг себя и понять, что ты можешь бесплатно получить бизнес-образование. Ты можешь выиграть гранты даже для мам в декрете. Эти меры поддержки, они, то есть реально работают, да, и при желании ими реально воспользоваться и получить... Реально, вот мы, моя компания в частности, пользуется мерами господдержки, мы являемся резидентами бизнес-инкубатора Оренбургского. То есть когда мы туда зашли почти там два года назад, нам предоставили несколько офисов, они оборудованы мебелью, новой техникой, компьютерами, принтерами. Мы же говорим, что вот у нас, да, отток населения, там, умы, инициативы, да, они уезжают, потому что здесь вот что-то не так, там не хватает какой-то поддержки. Мне кажется, настроение нужно просто создавать, мне кажется, в связи с изменениями, которые сейчас есть, мне кажется, как-то люди даже повеселее стали и ждут, и надеются, что чего-то такого прям... Ну и включаются, и включаются в реализацию интересных проектов и флешмобов. Я знаю, что форум скоро вот под вашей организацией, да, Елена, пройдет в Оренбурге, другая весна. Расскажите немножко о нем, потому что, мне кажется, сейчас все, что знают оренбуржцы, и самое громкое, это то есть проблемы, которые возникли при его организации, да, это случай записи промо-ролика. Получился очень такой хороший хайп на этой истории. Да, да. Форум называется «Деловая весна» теперь, чтобы не было никаких ассоциаций, тем более он уже вышел на федеральный уровень, и чтобы это был бренд Оренбургской области. Женская предпринимательство сегодня – это новая точка роста, новая точка развития. В принципе, это весь микробизнес, который состоит, да, который окружает нас. Это какие-то услуги, детские сады, социальный бизнес. 90% – это женщины. Поэтому это не про гендерное различие, а как раз про зоны, новые зоны роста для, в первую очередь, экономики Оренбургской области. Организаторами официальными является Центр поддержки предпринимательства и Министерство экономического развития Оренбургской области и Ассоциация женщин-предпринимателей России. Что из себя будет представлять, вот все-таки форум, да, это для нерегионального уровня, я так понимаю, что будут какие-то гости, да, участники из других городов, и спикеры какие-то. Обмен опытом, вот какая задача цель. Да, к нам приедут порядка 11 приглашенных федеральных спикеров, достаточно влиятельных женщин в России. Это и Елена Микотникова, и Анна Палагина. В том числе будут спикеры даже из Китая, Израиля и Японии. Это будет международная кооперация площадка. Также будет площадка имидж деловой женщины, площадка такая фановая от провала до триумфа. Финансовая сторона женского бизнеса. Знаю, что сейчас активнее более стали налаживать оренбургские предприниматели контакт с региональной властью, да, и не так давно у вас встреча с замминистра экономического развития состоялась. Расскажите, какие сейчас задачи перед вами стоят? Сегодня у нас создается общественный экспертный совет по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Сейчас у нас задача до 15 мая-16 выработать пул предложений по реализации нацпроекта. Первая задача – это выполнение КПА, естественно. Это 64 тысячи рабочих мест должно быть создано новых. А, соответственно, это должны быть хорошие, улучшенные условия для ведения предпринимательства. То есть какой срок это? Пять лет. За пять лет 64 тысячи новых рабочих мест. Этот синергетический эффект от наших действий, от действий наших коллег из других общественных организаций и чиновников тоже должен как раз привести к этому положительному тренду. Чтобы, еще раз говорю, наш стал центром притяжения Оренбургская область. У нас здорово, у нас сейчас новый губернатор, у нас сейчас новый мэр. Они такие же амбициозные, как и мы. Они хотят, чтобы наша родная земля оренбургская стала лучшей практически в России. Вот давайте к этому стремиться все вместе. Здорово. И вчера вот на федеральном уровне появилась новость о том, что угроза для существования малых торговых объектов. Те налоговые льготы, которыми режим налоговый, который они сейчас используют, которым пользуются, он может быть прекращен в связи с тем, что сейчас они распространяют товары маркированные. Предлагаю посмотреть небольшой сюжет, после вернуться к обсуждению. У нас в гостях были предприниматели Павел Степанов, Елена Печушкина и Сергей Чигдаев. Спасибо. Спасибо. До свидания. Мы поднастроим налоговую систему с тем, чтобы таким образом, чтобы пойти с одной стороны навстречу бизнесу, слышим новое предложение относительно сложных налогов. Мы готовы двигаться в этом направлении. И с другой стороны, мы сделаем меры по улучшению администрирования, по улучшению собираемости, упрощению налогов, в первую очередь для малого и среднего бизнеса. И эти решения будут приняты в этом году, с тем, чтобы на следующий шестилетний период налоговая система кардинально не менялась. Мы продолжаем нашу передачу, и во второй части нашим гостем становится Максим Скивко, председатель городской профсоюзной организации работников малого и среднего бизнеса. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот затронули, в первой части немножко анонсировали, да, тему с инициативой Минфина, касаемо налоговых льгот для предпринимателей. Расскажите, как для Оренбурга это может отразиться? При смене товара, маркировки, ряд налоговых режимов нельзя применять, то есть это не льгот, а наоборот запрет какого-то вида деятельности. На каких предпринимателей это вообще действует? Это предприниматели, которые работают менее 150 квадратных метров в магазины. А все крупные, будем так говорить, торговые сети, они работают свыше 150 метров, и в принципе на них никак это не отразится, то есть это законопроект. Что сделал Минфин? Они в октябре месяце внесли на оценку регулирующего воздействия на федеральном портале свой законопроект, но он читаемо очень плохо. Там где-то около 200 с чем-то пунктов, затрагивающих полностью весь налоговый кодекс. И обычному предпринимателю, жителю Российской Федерации, в принципе, отследить этот законопроект было сложно. То есть вот одним из этих пунктов, да, стало... Один из двухсот является пункт, где написано, что применять налоговые режимы при маркировке запрещено. И на втором этапе они продолжают дальше наставить на своей точке зрения. Ну а тут уже подключились все, будем так говорить, предпринимательские сообщества Российской Федерации на уровне. То есть Российская Федерация, мы как общественная организация увидела этот пункт и, будем так говорить, проинформировала, вот насколько возможно было это сделать. Проинформировала, написала письма, в общем, все общественные организации, предпринимательские сообщества, чтобы они просмотрели этот пункт. То есть не только Оренбургский, а в принципе, да, все, с которыми мы взаимодействовали. На сегодняшний день было 39 отзывов, вот, но отрицательный отзыв по этому законопроекту дали четверку крупных общественных объединений. Это РСПП, опора, деловая Россия и торгово-промышленная палата. Что касаемо дальше города Оренбурга, чем это чревато? У нас в основном предприниматели находятся на двух системах налогообложения в торговле. Это патентная система, когда ты раз в год оплачиваешь патент, и твое отношение с государством заканчивается. Второй, единый налог на имененный доход, выбирают те, у кого есть, в принципе, в штате нанятые работники. Там есть ограничения для 25 человек, там определенные льготы есть по вычетам налоговым. И вот эти две статьи налогов, они платятся в местный бюджет по месту деятельности предприятия. Что предлагает Минфин? Запретить торговать маркированных товаров на этом системе налогообложения. И перейти на упрощенную систему налогообложения. Она чреват тем, что налоги платятся в федеральный бюджет. А потом уже каким-то там способом... Какая-то часть... Какая-то часть из этого налогообложения попадет, возможно, в субъекты Российской Федерации. По нашим подсчетам, город Оренбург потеряет от единого налога на имененный доход 500 миллионов рублей. То есть это да уже, мы говорим о том, что скажется не только на тех людях, которые ведут бизнес, но и на обычных горожанах, потому что бюджет потеряет. А бюджет, муниципальный бюджет потеряет. Там надо будет... То есть давайте так, губернатору и главе города где-то постоянно находиться в какой-то среде обитания, чтобы эти денежные средства возвращать. Ну, на постоянной основе. Их же не можешь договориться, давайте вернем. Вот. Что касаемо предпринимателей. На патентной системе налогообложения минимальная сдача, декларирование. То есть раз в год ты встречался с налоговой инспекцией, или там раз в полгода. Ну, то есть в зависимости на какой период времени вы можете патент взять. И заплатил, и все. Ты с налоговой инспекцией больше не встречаешься. По единому налогу на имененный доход, там сдача отчетности, там раз в месяц заработников декларации. У нас там декларации много. И раз в квартал ты оплачиваешь этот налог. У тебя от площади помещения торговые фиксированы и выручка не ограничена. Если у вас забирают эту систему, патент и НВД, то тогда вы переходите на упрощенное системное налогообложение. Что это значит? Что это значит? У вас документооборот становится более, ну, учет по документам становится более четкий. И у предпринимателя встреча с государственными органами в виде налоговой становится более... Регулярной. Регулярной и налоговая инспекция будет находить всевозможные там нарушения, пень штрафы, недоплаты. И получается так, что предпринимателю нужно нанимать определенного специалиста, бухгалтера. Это затрата, это затрата. Насколько у предпринимателя вырастет, будем так говорить, нагрузка налоговая. У нас, хотя Медведев декларирует до 2025 года, налогов мы не должны повышать. Но у нас Минфин вот решил с помощью вот этого законопроекта, во-первых, отобрать деньги у муниципалитета, а во-вторых, увеличить. Но получается так, что вот атомные бомбы пытаются какой-то вопрос решить по воробьям. Сейчас этот законопроект на какой стадии, на каком этапе? Какова вероятность, что он действительно вот в силу вступит и будет вот так, чего мы опасаемся сегодня? Закончилась оценка регулирующего воздействия. Ну что это такое? Мы вывешивались на сайте, и они должны дать мотивировку, почему мы не правы или мы правы. Что они написали? Что до 2021 года есть налоговая политика определенного рода. И получается так, что они дали нам пока отрицательный отзыв на наши замечания. Причем они дали всем организациям отрицательный. Насколько я знаю, на федеральном уровне Минфин сейчас проводит мониторинг наших, ну, всех замечаний. Возможно, мы в этом году отодвинем этот вопрос. Почему? Потому что маркировка на сегодняшний день затронет все сферы деятельности. То есть вот сейчас там табак, алкоголь, шейный масло. Да, вот как вариант, да, как вариант, что если вот предпринимателям отказаться от именно маркированных товаров, и их деятельность не может продолжиться как раньше? Смотрите, что такое отказаться от маркированных товаров? Там же будет молоко, ну, вся молочная продукция. Ну, то есть все группы товаров в любом случае будут там. А то, что отказаться от какого-либо товара в магазине, ну, это не вариант. Волнение, негодование, да, недовольство сейчас вот на уровне общественных организаций, вот таких вот людей, да, которые понимают всю систему и могут оценить риски и для региона, и для города. В среде обычных предпринимателей, тех вот, кто владеет, да, ларьками, небольшими магазинчиками, уже есть какие-то опасения к вам, например, в организацию? Они приходят, обращаются, спрашивают, а как же мы будем, и не закроется ли наш бизнес? Или приходит осознание и понимание, только когда уже все принято, вступило в силу, вот с завтрашнего дня нужно приступать? Понимаете, у предпринимателя есть одну вещь, ну, то есть, вот как вы сказали, будем, пункт номер два. Когда к нему налоговая инспекция придет и скажет, а вы не имели права вот это действовать. И тогда вот начинается возмущение. То есть только тогда? Да, это у предпринимателя, у предпринимательских сообществ мы хотя бы просчитываем на два-три шага вперед, то есть действия. То есть из-за этого вот мы объединяемся, чтобы как-то консолидированно отслеживать моменты, чтобы предпринимательское сообщество не умерло в зародыше. В наше понимание, государственные органы делают все возможное, чтобы в легальном поле было работать невозможно. Легче тогда просто уйти в тени и платить элементарные какие-то там штрафы, потому что это будет выгоднее. Вот вы говорите, да, может быть у вас есть понимание, но вот у меня, я уверена, что у наших телезрителей возникнет такой огромный вопросительный знак. Да, как, для чего, почему, какая мотивация может быть здесь? Мы же говорим, да, о том, что развитие бизнеса напрямую влияет на количество налогов, на процветание города или муниципального образования. Как тогда, чем руководствуется Минфин в данном случае? Минфин руководствуется своим пониманием цифры больше ничем. То есть вот они увидели, что федеральный бюджет увеличится, и боевые потери, так называемые, вот такое чувство для них не имеет значения. Вот для города Оренбурга, Оренбургской области, сейчас стоит задача до 2024 года создать 60 тысяч рабочих мест. В рамках нацпроектов? В рамках нацпроектов. Вот у нас 5 нацпроектов, и мы должны их реализовать здесь, в Оренбургской области. Вот здесь уже возник вопрос, а один из, может быть, трата денег на другие цели, может этот нацпроект убрать, но было сказано, что это спущено, и давайте мы здесь реализуем. 60 тысяч рабочих мест у нас почему-то всегда в 2024 году, а в этом году сколько мы должны создать? Вот на сегодняшний день у нас минус 432 рабочих мест, минус идет. Сейчас, когда обсуждают нацпроект в правительстве, какие там решения видят для создания такого огромного количества рабочих мест? Есть ли там, фигурируют ли вот такие данные, доводы о том, чтобы как-то налоговый режим послаблять? Какими способами планируется сейчас действовать? Сейчас пока, насколько я понимаю, нету механизмов вектора направления, в этом надо реализовывать наш проект, а там уже... По цифрам, что, например, в течение года мы таким-то образом создадим такое-то количество работ? 12 тысяч рабочих мест ежегодно мы должны создавать... Уже начиная с 2019 года? С сегодняшнего дня мы должны создать 12 тысяч рабочих мест. Я спрашиваю, говорю, вы 2024 год, 60 тысяч рабочих мест. Мы в 2024 году будем создавать 60 тысяч или поэтапно, по 12 тысяч и отставание мы будем смотреть, а почему у нас в этом году не создалось 12 тысяч, а что мы должны изменить? Вот пока был ответ, давайте мы начнем наш проект, а потом будем корректировать. Вот интересно, да, в данном случае федеральный центр как действует? Он, то есть, выделяет деньги и точка контроля только 2024 год тоже, да? Как вот вы говорите, да, что налоговая раз в год точно к предпринимателю приходит под патентной системой. Здесь интересно, как часто приходит какой-то контроль вот с федерального центра. Если говорить о реальной ситуации, то на протяжении нескольких лет все-таки мы видим, да, масштабные сокращения рабочих на заводах, уход с рынка, да, предпринимательских каких-то объектов, да, торговых точек. Количество рабочих мест только сокращается, сокращается и сокращается. Вот по вашим данным, за 2018 год сколько предпринимателей закрыло бизнес? Ну, мы не могу вам ответить, но так как отток населения существует физически, емкость рынка, она сужается, ну, по определению просто. То есть предприниматель уже думает, а вкладывать ли мне здесь, в Оренбургской области, что-либо? Открыть, будем так говорить, открыть магазин в городе Москве и городе Оренбург, стоимость оборудования, она даже в Москве, будем так говорить, дешевле, потому что... Пока довезут до Оренбурга? Пока довезут, там, это плюс 10-15 процентов, плюс еще идет транспортировка. И открыть магазин в городе Миллионники и в Оренбурге сумма одинаковая, потому что у нас тут, ну, кто-то там рейдерский захват, кто-то еще что-то. Вот люди начинают передвигаться в другой регион. То есть насколько эффективно сделать, чтобы в Оренбургской области было лучше, вот, но это задача уже, будем так говорить, это чиновник. В принципе, вот тема, да, оттока населения, оттока каких-то ценных кадров, да, людей, которые интеллектуально могут продвигать, развивать регион, она уже обсуждается достаточно давно. Но вот по нашим наблюдениям, да, что раньше ее поднимали в основном общественные деятели, там, в социальных сетях, на своих страницах в Фейсбуке, Оренбургцы активные. Сейчас же мы видим, да, картину, что и чиновники забеспокоили, что называется, в общем-то, признали, да, реальную ситуацию. Вот несколько месяцев назад Денис Паслер об этом заявлял, что это основная проблема для региона. Буквально несколько дней назад в сети появились комментарии, а теперь уже вице-губернатора для газеты Оренбуржья Олега Димова о том, что регион находится в депрессивном состоянии. Это имеет прямое влияние на ситуацию, на картины или, скорее, в малой степени? Понимаете, не может быть разрыва между бизнесом и населением, если, ну, и чиновниками. Почему сейчас стали говорить, ну, более, ну, высокопоставленные, потому что критерий оценки эффективности губернатора, один из критериев, это стоит естественный прирост населения в регионе. Естественный прирост – это не миграция, а это должен быть, чтобы местное коренное население оставалось на местах, и для них делать лучшие условия работы, жизни, ведения бизнеса. Ну, тут же сразу видно статистика уездов в другие регионы, вот, но, к сожалению, вот, если у нас 18 тысяч, там, приблизительно 20 тысяч населения уезжает с региона, почему-то никто не проводит социологические опросы, а почему вы уехали, почему вам не нравилось здесь, в Оренбургской области, что вы нашли в другом регионе. Чего нет у нас. Чего нет у нас. Мы знаем эту цифру, все знают. Причины, следственные связи никто не изучает. И если люди едут в Краснодар, значит, надо изучить, а что там в Краснодаре стало лучше. И вопрос, да, о власти и городской власти, которая не так давно поменялась, и региональной власти, Денис Паслер еще, конечно, не губернатор, но новый губернатор определится уже в сентябре, внушает ли, да, вселяет ли надежду, веру в то, что жизнь в Оренбурге станет лучше. И вот такой отток населения, и такие, да, барьеры, опасения, о которых мы сейчас говорим, они прекратятся. Или все-таки большее влияние сейчас вот на жизнь оренбуржцев, да, это решают федеральные центры, то есть все там решения, законопроекты, как в данном случае, да, с Минфином, которые принимаются, региональная и городская власть здесь вот, ну, мало значений, малую роль играет. У нас, к сожалению, наверное, все-таки государственная машина всегда заточена под определенного человека, под определенное мнение первого лица в Оренбургской области. И в каком направлении человек будет двигаться и говорить, что делать, в том и будет. Муниципалитеты, они не самодостаточные, и, в принципе, право голоса в таком направлении мы, по крайней мере, не видим, потому что нет финансово-экономического благосостояния у муниципалитетов. Пока смена, будем так говорить, правительства не произошла, и непонятно, в каком мы направлении будем двигаться. В любом случае, все-таки, здесь, наверное, сыграет роль и новый руководитель региона Оренбуржия, и федеральные вливания, которые происходят на уровне национальных проектов, которые должны начать реализовываться уже в этом году. И, в общем-то, я думаю, что если к 2024 году Оренбуржия справится успешно, то изменения уже должны начаться и ощущаться оренбуржцами уже в этом, в 2019 году. Мы будем, естественно, следить за ними. У нас в гостях был председатель городской профсоюзной организации работников малого и среднего бизнеса Максим Скивко. Спасибо, Максим, что пришли к нам в гости. Спасибо вам. Вы смотрели пятничный выпуск новостей. С вами была Наталья Богданова. Всего вам доброго. Оставайтесь на ЮТВ. Субтитры создавал DimaTorzok